Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. «Монолит» могут включить в реестр недобросовестных подрядчиков. Обращение с таким требованием рассмотрит антимонопольная служба. Направила его МКУ УКС. Причина – односторонний отказ заказчика от исполнения контракта по строительству школы на 1100 мест в микрорайоне Долгушино. Заседание УФАС по этому поводу назначено на 11 августа. Напомню, что компания «Монолит» строила в Кирове три школы и сорвала сроки сдачи всех объектов. В итоге власти в одностороннем порядке решили расторгнуть с компанией контракты, так как перенос срока сдачи на 2024 год грозит тем, что регион потеряет деньги на строительство школ, выделенные из федерального бюджета. Фонд капремонта потратил десятки миллионов на ненужную документацию. Проекты работ, которые впоследствии не использовались, были сделаны для 43 домов и оплатили их стоимость собственники. Выяснилось это после того, как в УНФ обратились жильцы дома номер 62 по улице Карла Маркса. Они рассказали, что в 2021 году для их дома была разработана проектная документация, которая стоила 10,5 миллионов. В этом году начались работы, но все они проводились без учета разработанной технической документации и с нарушением технологий. При этом никакого контроля со стороны фонда капремонта не было. Активисты УНФ направили обращение в прокуратуру. Во время проверки выяснилось, что таких проектов, которые потом никто не использовал в работах, было 43. По этому факту фонд капремонт получил представление об устранении нарушений. Что касается дома на Карла Маркса, то после вмешательства Народного фронта там была заменена бригада. Работы сейчас ведутся качественно. В эфире «Экономика». Почти 80% кировчан поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса «Суперджоб». По мнению 78% кировчан, госслужащие должны ездить на российских машинах. Основной аргумент – такой госзаказ сможет принести этой отрасли развитие. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет. Против подобного предложения высказались 12% опрошенных. По их мнению, сейчас есть более важные вопросы, чем замена авто. А одна из кировчанок сказала так, цитирую, «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди сами его выбирали. А то звучит, как будто бы это наказание такое». Конец цитаты. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.